Здравствуйте, дорогие зрители нашей передачи! К нам поступил такой вопрос. Мой сын стал ходить в спортивную секцию. Тренер сказал, что нательный крестик надо снимать во время тренировок в целях безопасности. Сын расстроился. Как быть? На секцию хочет ходить и расставаться с крестиком не хочет? В этом вопросе видно уважительное и благоговейное отношение к святыне. Это похвально. Но святыня является лишь образом той благодати, которая нам подается, или средством, которой нам благодать передается. Кресты, иконы, любые святые предметы, которые почитаются в христианстве, они имеют свою спасительную помощь, которая через них преподается по вере каждого человека, только лишь благодаря крестной жертве Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому по умолчанию любая святыня, она должна приводить человека к мысли о Господе, об Иисусе Христе, который благодать Божию посылает людям через святыни, которые находятся в церкви, которые он и основал. Действительно, наверное, все-таки тренер не зря говорит, что нужно снять крестик, потому что он будет мешать, он может даже вот эта веревочка, которая, если она будет крепкая, она может не только порваться, но может и причинить определенную травму. Поэтому здесь, с точки зрения практики, с точки зрения вот этого спортивного искусства, наверное, это оправданный совет тренера. Но как согласовать вот эту жизненную ситуацию, которая возникает, с убеждениями веры? Не будет ли здесь отступления от веры? Конечно, не будет. Дело в том, что вообще надо смотреть на историю церкви, смотреть, как развивалась традиция поклонения святыням. Вот посмотрите на жизнь первых христиан, на святых апостолов, на святых мучеников. Ну, сложно представить даже, что они вот носили такие кресты. Да, символы были. Были изображения морских предметов – рыбы, якоря, корабля. Потому что святые апостолы были рыбаками. И они стали наполнять свой труд святым содержанием. Они из рыбаков, которые ловили рыбу, стали ловцами человеков. Корабли, которые бороздили озера и моря, теперь для них стали кораблями, по которым они путешествуют по всей Вселенной. И якорь стал подобием креста, на котором распяли Господа. Вот таким образом, вот эти символы постепенно, они стали наполняться новым содержанием. И с течением времени, конечно же, в церкви появлялись и новые символы. Благодаря более глубокому осмыслению христианской традиции возникали различные заблуждения, возникали различные споры. И отстаивая истину, защищая церковь от ложных взглядов, ложных убеждений, церковь выражала свои суждения, догматы. И эти догматы, они фиксировались в церкви. И ныне они считаются абсолютной истиной, которая принимается верующим человеком на веру. Вот есть догматы, которые ни в коей мере нельзя толковать многозначительно. Такие догматы, которые исповедуют символ веры, о Боговоплощении, о воскресении Иисуса Христа, о страшном суде и так далее. Но есть определенные такие моменты в церковной жизни, которые нельзя догматизировать, потому что они не являются основополагающими для нашего спасения. Ведь действительно, человек может быть святым и без креста, и может быть грешным с крестом. То есть все зависит от того, какую веру имеет человек. Вот если человек имеет неправильную веру, то он святым быть не может. Он может быть просто добрым или хорошим человеком в рамках гумунистических ценностей. Но в рамках святой жизни, святого Евангелия, человек без веры не может быть праведным. Ибо еще в Ветхом Завете говорили, что Авраам спасся верою своей. Вот поэтому вера – это то, что есть самое главное. Это есть стол по утверждению истины – вера. Поэтому если человек имеет крепкую веру, и жизненные обстоятельства вынуждают его снять крест, ложась на операционный стол, или идя на какое-то спортивное состязание, то такой человек, не потеряв веры, он только приобретет нечто полезное для себя. А своей верой и добрыми делами он прославит Господа. Это и будет самым главным. Но я приведу, например, уже из нашей жизни два примера. Первый пример одного известного врача, который спасает сотни жизней человеческих. Он верующий человек. И вот ему, кстати, задали такой вопрос. Но там вопрос был о молитве, о непрестанной молитве. Его спросили, а вот вы же перед операцией всегда молитесь? Он говорит, да. У меня всегда икона находится там, где я оперирую. Ему говорят, но как же вы можете молиться, когда вы оперируете? Он говорит, а я не молюсь, когда я оперирую. Сначала, перед тем, как совершить хирургическое действие, я молюсь. Затем я благословляю себя и больного. А потом я начинаю оперировать. И здесь он говорит, что я профи. То есть я уже полностью поглощен тем делом, той задачей, которую мне поставил Господь – спасать человека. И таким образом, Божье благословение действует в этом враче, и он является орудием, инструментом божественной благодати, которая действует на помощь людям. Вот это очень яркий пример, как нужно относиться к святыне. То есть Господь нам дает эту святыню для того, чтобы мы стали святыми по жизни своей. Второй пример. Известный нам боец по смешанным единоборствам Фёдор Емельяненко. Он демонстративно выходит на ринг, на котором он защищает честь России. Выходит с крестом, причём крест у него большой на груди, почти как у священника. И этот крест демонстративно снимает перед боем, целует его, кладёт на поднос и благоговейно его уносит. И дальше он профи. Он спортсмен, который с молитвою совершает своё дело. Вот два этих примера, я думаю, они очень хорошо иллюстрируют правильное отношение к святыне. То есть не человек создан для святыни, а святыня создана для человека, чтобы его освящать. Поэтому если мамы со своим сыном будут рассуждать таким образом, относиться именно к святыне, вот именно с так же благоговейной, с таким рассуждением, то только польза будет от этого отношения. Поэтому думаю, что как нужно поступить этому ребёнку, ему нужно снять с себя этот крестик, благоговейно его поцеловать, положить его в чистое место, в кармашек, и идти заниматься вот этим своим спортивным состязанием или тренировками. Затем после окончания этого занятия этот крестик аккуратно поцеловать, одеть на себя и идти дальше. Здравствуйте, дорогие зрители. Мы вас приветствуем сердечно. И сегодня хотели бы ответить на вопросы, которые пришли к нам в редакцию. Боюсь заразиться фрами ковидом во время причастия. Это маловерие. Что делать? Как преодолеть страх? Действительно, в наше сейчас неспокойное время относительно этой эпидемии этот вопрос очень актуальный. С одной стороны, человеку дано чувство самосохранения, и мы, естественно, переживаем о здоровье себя, своих близких. Но с другой стороны, мы, как верующие христиане, предполагаем, что бояться мы можем только одного – греха. С другой стороны, есть страх Божий. Вот это то, что нас должно подвигать к тому, чтобы не усомниться и все-таки приступать к причастию с той мыслью о том, что в чаше истинная кровь – истинное тело Господа Иисуса Христа. Да и кроме того, что в практике священческой и до этой пандемии нередко встречались болезни, при которых люди приступали к причастию. Это и туберкулез, это и ВИЧ-инфекции различные. Когда мы, священники, не сомневаясь, потребляем оставшиеся дары после причастия, в нас не закрадывается сомнение, что мы заразимся через чашу. Хотя там может быть причастников и 30, и 50, и 100 человек. И мы точно знаем, например, даже, что среди этих людей есть больные за разными болезнями. Но мы не сомневаемся, потому что знаем, что через причастие заразиться невозможно. Может быть, только по маловерию, если человек приступает, как и Петр, который был призван Господом, чтобы идти по волнам, по морю бушующим, усомнился и стал тотчас же утопать. Вот человеческая природа, она такова. Если только ты усомнился, если ты предал в помыслах Господа и усомнился в Его силе, то в этот момент человек, конечно, может действительно и заразиться. Не зря сейчас во многих храмах используют спирт для омовения лжицы, для того, чтобы обработаться лжицу. Потому что человек – существо маловерное. Если мы священники веруем, мы не заражаемся. Действительно, наверное, уже ни одного священника в живых не осталось, если бы все заражались через чашу. Это вообще было возможно. Но среди мирян есть такие люди, которые и брезгуют, которые и, к сожалению, маловерствуют. И вот в этот момент, как бы ни произошло, где естество, чин не побеждается по причине вот этого препятствия, маловерия человеческого. Ведь Господь ожидает от нас, что мы будем верны Ему и не усомнимся, и не будем, как Петр, который стал утопать, а все-таки пойдем за Ним. И преданно будем Ему во всем. И чтобы страх у нас не был, а страх был только один – оскорбить Бога. Вот это и есть страх Божий. Не то, что страх что-то не исполнить, чего-то не выполнить в обрядовом смысле, а страх обидеть, оскорбить того, кого мы любим. Поэтому, я думаю, здесь, если сердце наше будет исполняться любовью, если мы будем, во-первых, с рассуждением относиться, не просто делать вызов Богу, а вот дай-ка я буду нарушать все правила, все буду целовать и со всеми буду приветствоваться. И как-то в этом смысле искушать Бога. Но здесь мы подходим с рассуждением, с верою, с открытым сердцем. Поэтому, я думаю, здесь не стоит бояться, а стоит этот страх рассеивать посредством, во-первых, рассуждения. Ну и, конечно, когда мы подходим к причастию, мы молимся все. Верую в Господь, исповедую. Поэтому нужно веровать и исповедовать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...